Дорогие друзья, шквал просто... Ну, во-первых, спасибо всем за поздравления. И Юре Шатунова, Царство Небесное, с днём рождения. 51 год бы ему исполнился. Мне 61. Спасибо большое нашим поклонникам, которые организовали в другую страну, в клинику, торт, цветы, розы. Спасибо вам большое. Честно говоря, персонал весь обалдел от этого. И очень благодарны, потому что ваш торт съели хором все сотрудники моей клиники, где я нахожусь, готовлюсь к операции. Вот сейчас прохожу анализы. Операция, ещё раз говорю, несложная. Она на ногу мою, которой я получил травму. И после чего был признан инвалидом второй группы в России. В других государствах инвалидом вообще первой группы признали. Но выхожу на сцену, буду выходить, надеюсь, после этой операции на сцену работать. Хотя врачи и в России, и за рубежом подтвердили, что это пожизненная уже моя ситуация. И, конечно же, мой возраст плюс 2899 концертов, которые я отработал на сцене с 1985 года, где я выступал не менее 45 минут каждого концерта. Дает о себе немножко знать. Ну, надеюсь, что будет всё хорошо. Вот. Я хочу ответить нашим всем недоброжелателям, которые говорят, что Чумакова является женой Шатунова. Ещё раз. Вот вам статья, где Юра Шатунов принимал роды, первенца. И вы чётко видите, что написано, что гражданская жена. А почему было написано не жена, а гражданская жена? Вот это вам вопрос. И ответьте на него. Почему? И всё так было до его смерти. Но никаких договоров Светлана не подписывала. Брачных. Никаких отношений с Юрой Шатуновым она не была. Только после смерти Кудряшов забрал труп. Тут же его сжёг. Так как у Юры никого не было. Он так объяснил врачам. И нужно организовать похороны. Поэтому врач имеет право, последний, кто реанимировал Юру, имеет право дать документы любому лицу, якобы со слов умирающего. Но умирающего привезли в бессознательном состоянии. Поэтому правоохранительные органы, куда я обращаюсь за рубежом, так как Юра работал уже в другой компании, его умертвили, получив контракт, получив деньги. Они умертвили Юру, чтобы он не попал по этому контракту то государство, в котором он должен работать. Поэтому там будет возбуждено уголовное дело и будет даваться оценка Домодедовской больницы. Почему именно туда повезли, вы понимаете. Там очень много странных смертей. И трупы выдают первым попавшим по звонку высокопоставленных лиц. И сжигают трупы. И потом теряют. Когда возбуждается дело, теряется, оказывается, экспертиза, судебно-медицинское вскрытие. Все документы теряются, потом дело не возбуждается. Одним словом, это чистое убийство. и где соучастниками являются высокопоставленные лица, кто давал команду этому врачу. И врач выдавал тело постороннему человеку, который замешан в этом и непосредственно принимал участие и находился рядом возле этого человека и заинтересован в том, чтобы этот человек не улетел в Германию, а потом в Америку выполнять свои функции по контракту. На этом человеке много висит трупов, которые пытались Юры Шатунова заполучить. Это и Миша Сухомлинов, и Рашид Дарабаев. И нигде расследований никаких не было. Но в любом случае, думаю, что туда, куда я обратился, и то материал, который мы собрали, придет к тому, что мы узнаем с вами правду. И будет возбуждено уголовное дело, и то, что сейчас через правоохранительные органы России и прокурор города Москвы не реагирует на незаконные действия, которые и мошенничество куда не вовлекли. Федю Бондарчука с фильмом «Слово пацана». Второй сейчас вариант. Мы все договора имеем, мы видим, кто подписывает. Убийца подписывает эти договора, поэтому от имени семьи. Вот. Поэтому будет возбуждено уголовное дело, будет все объявлены международный розыск, и все, кто принимал участие в этой ватханале, в судах, незаконных решениях, незаконных возбуждениях, незаконных устранений свидетелей, а также участников группы «Васкумая» в лице Сергея Кузнецова. Все будут отвечать по закону. Ну, а я вам специально даю такое маленькое напоминание статью, чтобы вы понимали, что Юра рождался, сын мой, крестник, Юра присутствовал в народах, не своей жены. Женой она стала через два дня после смерти, когда приехала во вторник, ей поменяли дату рождения, ей добавили фамилию Шатунова, потом убрали вообще Чумакову, сделали Шатунову, хотя она жила уже своей жизнью со своим мужчиной, Юра полгода ее не видел до смерти, он приехал для того, чтобы увидеть детей и потом лететь работать по контракту, который он заключил. Царство Небесное Юра, ну и спасибо вам большое всем за то, что вы помните, переживаете за меня, правда все равно выйдет, мы узнаем убийц, мы узнаем, кто это все сделал, и чтоб они не делали, какие бы они связями не пользовались, и как бы они не скрывали свою преступную деятельность, эта банда будет накрыта международными, правовыми, самое главное, та страна, которая будет это расследовать, это не Соединенные Штаты Америки, а другая страна, которая имеет с Российской Федерацией 97-го года договор о правовой помощи во всех юридических вопросах. Я этого добился, и надеюсь, что все преступники, тот, кто убивал Юру, им будет дана правовая оценка уже другого государства в рамках этого договора. Всегда ваш Андрей Разин. Берегите себя, надеюсь, что все будет хорошо.